Добрый вечер, эфир телеканала Катунь 24 продолжает выпуск новостей в студии Анастасия Борисова и вот главное к этому часу. Алтайский край в шот-листе регионов страны, где быстрее и качественнее реализуется программа капремонта. Что уже отремонтировали и что еще предстоит? Переход на цифровое эфирное вещание начнется в новом году. Более 90% населения края уже в январе перейдет на новый формат. Знакомьтесь, символ наступающего года. Одного из ярких его представителей наша съемочная группа встретила в Барнаульском зоопарке. Старт национальному проекту «Демография» дадут в Алтайском крае с будущего года. По каким направлениям будут вести работу и сколько средств на это направят? Смотрите далее. Больше 35 миллиардов рублей направят на реализацию нацпроекта «Демография в нашем регионе». Он стартует в 2019 году и продлится 6 лет. Все это время работа будет вестись по пяти направлениям. Финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие занятости женщин. В частности, создавать им условия для устройства детей в детский сад. И последние три направления – поддержка старшего поколения, популяризация спорта и здорового образа жизни в обществе. Алтайский край вошел в топ-11 субъектов страны, где быстрее и качественнее остальных реализуется программа капитального ремонта. Об этом сообщил в Рио замминистра Минстройтранса региона Андрей Голубцов. Почти половина средств, направленные на капитальный ремонт, а это больше 1 миллиарда рублей, в этом году ушла на кровлю жилья – крыши многоквартирных домов. И неудивительно, появились новые подходы, как быстро и качественно ремонтировать многоэтажки. Например, если раньше крышу меняли сразу всю, то теперь по частям. Не целиком вся кровля разбиралась по всему дому. И потом возможности при проливном дожде закрыть такие площади не было. Сделали часть, отремонтировали, следующую пошли. То есть вот это вот частично. Ну и требования к самим подрядчикам увеличились. Тысяча домов отремонтирована с начала реализации программы. Темп избавлять не станут, заявили в Минстройтрансе. Каждый год будут ремонтировать до 500 домов. Только больше финансов со следующего года будут вкладывать на замену лифтов. Поменяют 846 до 2022 года. Более 90% жителей края смогут смотреть 20 телеканалов в высоком качестве уже в январе. В регионе начались тестовые трансляции цифрового телевидения. Недавно к сигналу начали подключаться и жители села Красногорское. Подробнее расскажут мои коллеги. Принимать сигнал из космоса и смотреть ТВ в высоком качестве уже совсем скоро это станет доступно во всех районах региона. В Алтайском крае уже более 40 районов подключены к цифровому вещанию. Стопроцентный переход на цифру в России произойдет 3 июня. Переход на цифровой телевидение неизбежен. Это технический прогресс. Это во многом повышает качество передовой информации. А главное количество. То есть на одних и тех же частотах, где шло 2 канала, будет идти 20 каналов и 3 радиоканала FM. Раньше 20 телеканалов высокого качества можно было смотреть только в платных пакетах. Теперь эту возможность получат жители 248 населенных пунктов. В первый мультиплекс входят первый канал «Россия-1», «Россия-24», «Матч-ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Карусель» и другие. Первые трансляции цифрового ТВ начались в Камни-Наоби, Белокурихе, Быстроистокском, Краснощоковском, Волчихинском, Топчихинском и Тальменском районах. Теперь цифра доступна и жителям Красногорского района. В среднем комплект оборудования обойдется в 5000 рублей с монтажом 6000. Обладателям старых телевизоров без встроенных цифровых тюнеров, скорее всего, потребуется телеприставка. Если будет установка сразу нескольким домохозяйством, то там, возможно, какие-то скидки. Я думаю, что это, в принципе, не такие уж великие деньги. Тем более, что, возможно, даже какая-то и рассрочка при установке этого оборудования и при покупке. Но я говорю, что... В целом в списке телеканалов «Спутникова ТВ Телекарта» входит почти 40 каналов по специальному предложению, в их числе и региональное вещание. Чтобы подключиться к телекарте, можно обратиться к региональному оператору. Подробная информация на сайте компании. Евгения Князева, Денис Кузьменко. Новости. Более подробно мы обсудим переход в цифру в программе «Интервью дня». Гость студии, директор Алтайского краевого радио телепередающего центра Сергей Мальков. Смотрите в 17.15. В настоящую новогоднюю сказку окунулись юные жители Алтайского края. Первая губернаторская елка прошла в театре драмы имени Шукшина. Новогоднее представление 12 месяцев увидели ученики начальных классов и получили необычные интерактивные подарки. Все подробности далее. Тут и на каменный дом хватит, и на коняшку с деткой, и на баряшку с деткой. Вот уже 70 лет сюжет знаменитой сказки Маршака ложится в основу новогодних спектаклей. Тут и капризная королева со своими учителями, и злая мачеха, и, конечно, девочка, которая встретила 12 братьев месяцев. Они приходят ей на помощь в новогоднюю ночь. За честность, доброту и трудолюбие лес открывает главной героине свои тайны. Эта чудесная история зачаровала новогодним настроением даже взрослых. Наверное, классика все-таки в этом дело. Чувство какое-то чудо должно быть в жизни, иначе быть просто не может. Тем более Новый год волшебство. В атмосферу волшебства в день премьеры окунулись более 700 детей со всего Алтайского края. Семья Закроевых, чтобы увидеть героев, сошедших со страниц сказки, преодолела 100 километров. Для пятилетней Вики это настоящее событие. В театре она впервые, как и ее папа. Ну, нам билеты просто на школу выделили. Для них вообще это первый раз, что вживую в театре туда-сюда. Я вот сам лично ни разу не ходил. Ну и дети рассказывали, понравилось все, на следующий год опять поедем. По традиции все юные зрители получили сладкие подарки. В этом году они особенные, интерактивные, с элементом дополненной реальности. Стоит навести камеру телефона на специальный штрих-код и вуаля! Сама Снегурочка поздравляет тебя с Новым годом! На изготовление таких губернаторских подарков потратили 27 миллионов рублей. Он стал более разнообразным с точки зрения наполнения конфет. Там есть подарки, это и канцелярия, гимнастика для глаз, и краткая информация об информационной безопасности, кибербезопасности в интернете. Почти 140 тысяч детей, школьников, получат такие подарки. Получат интерактивный губернаторский подарок 128 тысяч учеников начальных классов. Среди них и те, кто не попадает на губернаторскую елку. Праздники пройдут в 19 городах и районах края вплоть до 30 декабря. Новогоднюю сказку увидят 62 тысячи детей. Яна Аксенова, Анастасия Борисова, Роман Хайрулин. Новости. Наш телеканал продолжает знакомить жителей края с яркими представителями гордого звания, символ наступающего года. Сегодня это обитатели Барнаульского зоопарка. Телеканал Катунь-24 спешит поделиться с вами новогодним настроением. Символ 2019 года – земляная свинья. И мы знакомим вас с самыми замечательными хрюшками нашего края. Сегодня мы отправились в Барнаульский зоопарк. Брат и сестра Минипиги приехали в новый дом из республики Алтай, когда им был всего один месяц. Сейчас они заметно подросли и теперь не станут больше до полутора лет. Вася, как и его подруги Люси, всего полгода. Для них это первый Новый год. Встречать они его будут как положено – за накрытым столом и возле наряженной елочки с подарками. Стол и вправду получился знатный. Огурцы, морковь, свекла, зелень и даже виноград и кукуруза. За питанием своих любимцев зоопарки следят исправно, кормят кашами и фруктами. По характеру Люся и Вася очень своенравные, говорят работники зоопарка. Люся спокойная и степенная. Она всегда уговаривает Васю, чтобы он не кричал громко. А сам Вася – любитель попсиховать и повизжать, прямо как маленький ребенок. Именно поэтому их легко различить. Но все отмечают – поросята очень умные. Нас каждого знают. Если к ним заходит ветеринарный врач, то они уже знают, что будет или укольчик, или какая-то мазь. Они уже к ней настроены, так сказать, не очень позитивно. Ну, а если мы заходим с кормежкой или просто их погладить, почесать, то, конечно, им это очень нравится. Они бегут к нам со всех ног. Мини-пиги пользуются особой популярностью. Их заводят как домашних животных. Они хорошие компаньоны, с которыми легко найти общий язык. Поэтому такие хрюшки приносят только лишь радость. И хотя наступает год свиньи, но по нашему, по барнаульскому, как говорится, обычаю, мы четко знаем, что год свиньи принесет только счастье и удачу. И никакого свинства не будет. Год свиньи – последний в китайском календаре. А это значит, помимо положительных эмоций, принесет много важных событий. А свинка поставит в конце свое многозначительное хрю. Екатерина Варкентин, Михаил Лифуншан. Новости. А теперь к новостям спорта. Университет провел заключительные матчи уходящего года в рамках высшей лиги А. Альберт Гаун успешно выступил на чемпионате России. Подробности в спортивном обзоре Дмитрия Гладких. В Рязани накануне завершился чемпионат России под хэквондо среди мужчин и женщин. Алтайский край на турнире представляли четверо спортсменов. Лучший результат показал Альберт Гаун, выступавший в весовой категории до 80 килограммов. Для него это были первые крупные соревнования после травмы. В итоге Альберт занял третье место, уступив в поединке за выход в финал будущему серебряному призеру Андрею Земледельцеву из Воронежа. Чемпионом в этом весе стал Дали Ишбердин из Башкортостана. Барнаульский университет провел заключительные матчи года. На этот раз команда Ивана Воронкова играла в Москве против местного МГТУ. В первый игровой день алтайские волейболисты сумели обыграть соперников в трех партиях 25-18, 26-17 и 25-22. Следующий матч получился упорным. Победителя пришлось выявлять на тайбрейке. К сожалению, решающий сет остался за хозяевами, которые выиграли встречу 3-2. Следующие игры университет проведет в высшей лиге А уже в новом 2019 году. 12 и 13 января в 12-м туре студенты сыграют на выезде в Оренбурге против местного нефтяника. Алтайская шахматистка Виктория Лоскутова станет участницей чемпионата мира по блицу и рапиду среди женщин. Турнир пройдет с 25 по 31 декабря в Санкт-Петербурге. Виктория получила персональное приглашение от Федерации шахмат России как член национальной сборной команды среди девушек. Абсолютная чемпионка Сибири, обладательница Кубка России в своем возрасте. В настоящее время в женском чемпионате зарегистрировано 118 участниц. У Лоскутовой 111-й стартовый рейтинг. Призовой фонд турнира составляет свыше 1 миллиона долларов. Мужчины разыграют в рапиде и блице по 350 тысяч, а женщины по 150. Дмитрий Гладких, новости. В прошлую субботу более 600 жителей Барнаула и гостей краевой столицы отправились за здоровьем на лыжню. Компания Мариэра провела марафон по маршруту Барнаул-Зимари-Барнаул свободным стилем. На дистанцию вышли и наши корреспонденты. Лучший способ провести выходные и пробежать 50 километров на лыжах, уверены в компании Мариэра. 23 декабря проверить свои силы на маршруте Барнаул-Зимари-Барнаул мог каждый любитель здорового образа жизни. Особо рьяные лыжники стартовали еще засветло. Катаюсь уже давно, сезон сейчас недавно только начал, но как раз удачная возможность этот сезон, так скажем, получше стартану и таким прекрасным мероприятием. Я очень люблю лыжи, вообще не могу. Я сама врач и проглагонирую здоровый образ жизни каждое воскресенье на лыжах. Замерзнуть в 20-градусный мороз организаторы не дали никому. На трассе работало 5 точек питания, где марафонцы могли подкрепиться пирожками, куриными крылышками, бананами, выпить фирменный витаминный чай трассы здоровья со сладостями. Да и на самой лыжне, по словам участников, было очень комфортно. Дня хорошее. Думал, что будет прохладно. Даже жарко стало. Да, хорошо. Сижу. Нормально. Победа над собой. Интересно. Как холодно это было или нет? Нет. Мы же в Сибири живем. Задачи победить ни у кого не было. Главное преодолеть себя, добраться до финиша или просто получить удовольствие от катания на свежем воздухе. Попробовали свои силы на трассе люди самых разных возрастов от 13 до 79 лет. Первый финишировал в 12.00, а последний вечером в 18.30. Питание организовано. Чаек. В принципе замерзнуть не удалось. Поэтому нормально все. Впечатления очень хорошие. Трасса знакомая. Мы по ней не первый раз уже катаемся. Поэтому удовольствие получили сегодня большое в приятной компании. Каждый марафонец получил подарок от компании «Мария Ра». Фирменные сувениры с символикой марафона. Подарочный набор продукции под собственными торговыми марками. Остали здоровее в этот день более 600 марафонцев. Владислав Кириенко, Анастасия Борисова, Алексей Шаульский. Новости. Это были все новости к этому часу. Смотрите наш следующий прямой эфир ровно в 20.30 на телеканале «Катунь-24». А еще больше новостей вы найдете на нашем сайте katun24.ru, а также в социальных сетях. С вами была Анастасия Борисова. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok